Дорогие друзья, уважаемые коллеги, давайте начнем следующую часть нашей конференции. Мы обнаружили, что это очень интересный формат, вот такой вот на двоих, на сцене, начиная с прошлой конференции, когда здесь вместе со мной была Ольга Гончарова, и мы обсуждали тему внедрения Эксбириэля. Это было очень актуально в этот момент, и к Ольге накопилось очень много вопросов, и эта часть, она скорее про общение зала с собеседником на сцене, чем мой разговор или разговор других спикеров между собой. Вот мы в вашем распоряжении, сегодня в вашем распоряжении Валерий Лях, директор Департамента противодействия недобросовестным практиком Банка России, и поговорим мы с ним главным образом о преследовании инсайда и манипулировании, о развитии этой темы Центрального банка и других недобросовестных практик, которые находятся в зоне ответственности Валерия. Я приглашаю вас, начнем мы с презентации, с выступления Валерия, а продолжим разговором, к которому, я надеюсь, вы подключитесь. Валерий, добро пожаловать. Спасибо. Добрый день, коллеги, еще раз. Алексей, ты сказал, формат на двоих стал популярен, и я как сердце внутри ёкнуло, потому что у нас принято это больше на троих формат, поэтому пусть третьим будет зал в этом случае. Знаете, я сегодня увидел, что такой формат, когда задаются вопросы залу и просят зал поднять руки тех, кто за все хорошее, а тех, кто за все плохое, просит не поднимать руки, он достаточно популярен стал в последнее время. И вот если бы я спросил, кто из зала, из здесь присутствующих имеет отношение к разработке закона об инсайде манипулирования первого, я уверен, ну вот две трети зала точно встанет и скажет, я точно там принимал участие, ну и Алексей точно скажет, что он тоже принимал участие. Этот закон писался 10 лет, в результате того, что такое большое количество людей приложило к нему свою руку, мнение получился он таким, какой он получился. Соответственно, после того, как он вступил в силу ко мне, был единственный вопрос, а как вообще дальше с этим полетим. Ну как-то полетело, я точно понимаю, что кто-то не рад был тому, что полетело, кто-то заинтересован, а что же будет дальше. Тем не менее, с момента, когда закон вступил в силу, мы фактически сразу начали понимать, что косты для рынка все-таки должны быть соизмеримы с той выгодой, которую несет законодательство. И понимать, каким образом можно с одной стороны уменьшить затраты на регуляторные затраты, с другой стороны, каким образом повысить эффективность самого закона. Потому что в большей степени вот сейчас происходит диалог регулятора и рынка, хотя, по моему мнению, конечный диалог должен проходить у рынка с клиентами и у регулятора с клиентами в том числе. Потому что в случае этого законодательства точно и регулятор, и рынок по одну сторону баррикад, и конечная цель за ту же самую сторону затащить и клиентов, чтобы как можно больше клиентов понимало и смысл законодательства и ограничения, и, главное, выгоды, которые он приносит. Собственно, мы начали разработку поправок, предложений, естественно, там все эти годы консультировали с вами. И те поправки, которые сейчас были приняты в закон, которые вступают в силу с 1 мая традиционно, мы даем как можно более долгий срок для того, чтобы рынок приготовился к поправкам и вступил во всеоружии. Эти поправки, в общем-то, направлены в большей степени как раз на увеличение эффективности и не только регулятора, но увеличение эффективности рынка и на придание рынку в какой-то степени самостоятельности по части направлений. С одной стороны, требованием по изменению законодательства было и формальные вещи, это и изменение мирового законодательства, и рекомендации IOSCO, и, в общем-то, текущие внутренние процессы и, собственно, требования рынка. Сразу хочу сказать, что несмотря на то, что мы регулярно смотрим на те изменения, которые происходят у наших зарубежных коллег, учитываем его и понимаем, что вот с мифидом мы должны как-то в будущем все больше и больше соотносить, сразу скажу, что в моем понимании соотнесение с мифидом и уменьшение арбитража с тем же самым мифидом это в большей степени по духу должно быть, нежели чем соответствовать по форме, потому что вот та форма, в которой существуют сейчас, эти требования, по моему мнению, все-таки достаточно дороги для рынка. И, опять же, мы должны соотносить то законодательство, которое есть, с теми ресурсами, которые оно дает непосредственно рынку для, в конечном счете, получения заработка на рынке и применения этого законодательства в целях получения прибыли. Если можно, первый слайд. Нет у нас этого жезла управления миром? Нет? Собственно, что изменилось в законе, если говорить глобально? Это сейчас инсайдеры могут составлять собственные перечни инсайдерской информации, исходя и из положения законодательства, и из особенностей своей деятельности. То есть фактически то, о чем достаточно давно мы говорили с рынком и у рынка, и у нас был запрос на изменение, оно свершилось, перечень инсайдерской информации остается тот перечень, который публикует Банк России, который он издает и дополняет в дальнейшем, но эмитенты, участники рынка имеют право теперь добавлять собственные перечни инсайдерской информации, также ту информацию, которую, как они считают, является значимой для них, и которая не включена в общий перечень инсайдерской информации. Потому что, ну, собственно, мы не раз говорили о том, что был перечень, его копировали, и дальше это было формально, достаточно использования. Сейчас нацеленность на то, что рынок должен формировать вторую часть, важную для себя самостоятельно. Мы же будем оценивать, какую информацию необходимо вносить в общий перечень, а какая информация может оставаться так и дальше в ведении непосредственно самих участников рынка. При этом и вопрос, а куда мне стрелять? Нет, ни разу не заметил, это не сделал. Специально это было поручено человеку, который учился этому три года. Собственно, что касается раскрытия этой инсайдерской информации, сейчас в отношении того перечня, который публикует Банк России, устанавливается стандартный порядок и сроки раскрытия инсайдерской информации, если закон не предусматривает иной, а в отношении дополнительной части, вариативной части, которую формируют непосредственно участники рынка, сроки устанавливает непосредственно сам владелец этой инсайдерской информации, исходя из того, как он оценивает эту инсайдерскую информацию. Здесь также нужно упомянуть, что если закон не предусматривает иное, то есть сейчас мы предусмотрели этот вариант для того, чтобы была возможность вариативности по раскрытию инсайдерской информации, если правительство установили дополнительные сроки раскрытия этой инсайдерской информации, либо в случае, если непосредственно компания посчитает, что преждевременное раскрытие в соответствии с текущими требованиями инсайдерской информации, конкретной инсайдерской информации приведет к экономическим потерям в конкретном моменте, ну, например, договоренности о публикации намерений о сделке по следованию поглощения, как пример, естественно, то может обратиться в Банк России с тем, чтобы заморозить вот это раскрытие. Каким образом будет сделан формат вот этой заморозки и рассмотрения, пока мы определяем, у нас есть время, поэтому тоже хотели бы от вас услышать, как вы считаете, наиболее удобный вариант. Понятное дело, что существует два варианта, один уведомительный, сейчас основные варианты, которые существуют, в мире один уведомительный, через сайта регулятора направляется информация о том, что мы эту информацию стараемся, будем замораживать по раскрытию до конкретного срока. Другой разрешительный вариант. Будем смотреть, сейчас еще раз не говорю о том, что мы определились с планами. Опять же, важно, что устанавливается обязанность по информированию юридических лиц, получающих доступ к инсайдерской информации, до включения в список инсайдеров. Это существовало и ранее, просто сейчас это прописано в законе. Изменено непосредственно определение понятия инсайдерской информации, это определение конкретизировано и признаки инсайдерской информации, опять же, больше конкретизированы. Но вместе с тем, они конкретизированы для того, чтобы у компании была вариативность отнесения собственной инсайдерской информации к вариативной части. Вторая большая новация в законе, это определение того же, что является манипулированием рынком. Первое, что было добавлено, это непосредственно определение. Вообще-то, у нас раньше не существовало, между прочим, определения, что же является манипулированием рынком. Существовали только признаки, по которым конкретные действия могли относиться к манипулированию рынком. Сейчас мы добавили это определение с конкретной целью. Чуть позже расскажу эту цель. И вторая основная часть в отношении манипулирования рынка, которая была добавлена, это то, что вносится изменение в перечень действий, которые являются манипулированием рынком. И теперь, помимо семи основных признаков, которые существуют в законе, Банк России имеет право издавать нормативный акт с дополнительным перечнем действий, исчерпывающим, которые являются манипулированием рынка. В чем конечный смысл, естественно? То есть это то, что у нас сейчас существует перечень тех действий, которые являются манипулированием рынком, которые делать не надо. Если мы помним, за последние 8 лет уже закон существует, 7 лет он работает, изменений в закон не было. То есть, конечно, гораздо оперативнее реагировать на существующие и появляющиеся изменения в деловой практике, внося эти изменения в нормативный акт, нежели чем в закон. При этом наказание уголовное, которое всех волнует, оно предусмотрено только за те действия, которые есть в законе. За те действия, которые будут в нормативном акте, наказание предусмотрено неуголовное, то есть административное, ну и лицензирующие меры, соответственно в отношении лиц и компаний. Для того, чтобы у всех, и у рынка, и у регулятора, и, собственно, и у законодателей было понимание того, что те действия, которые внесены в нормативный акт, действительно являются манипулированием, введен и используется введенное понятие, что есть манипулирование рынком. То есть, вот эти дополнительные действия, они должны, помимо всего прочего, соотноситься с самим определением, что является манипулированием рынком. Ну, такая проверочная история. В отношении полномочий Банка России также произошли изменения. Я бы, наверное, быстро пропустил эти изменения, но лучше рассказать дополнительно. Это, во-первых, право доступа в помещения при проведении проверок юридических лиц, органов и организаций, за исключением помещения органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность. Право доступа к документам информации, которые необходимы для осуществления проверки в случае такого права доступа, и копирования информации. Помимо прочего, естественно, дополнительно прописывается в законе, специально прописывается в законе ответственность Банка России за его служащих, которые проводят проверку, за разглашение информации, которое получено в ходе им таких мероприятий. Что касается права доступа в помещения. Естественно, право доступа в помещения не дается поручениям ниже, чем объявляется проверка. Сейчас проверка по закону объявляется председателем Банка России либо его заместителем, который курирует это направление. Соответственно, то же самое касается права доступа при проведении проверок в помещения лиц. То же самое, это поручение должно и не может даваться ни кем иным, кроме как лицом, которое имеет право на открытие проверки. То же самое председателем Банка России либо его заместителем, курирующим данное направление деятельности. Еще необходимо сказать о том, что доступ в помещения физических лиц конечно может быть отказано при проведении проверки доступа в их помещения. Если они отказывают в доступе в их помещения, такие действия не являются основанием для того, чтобы расценивать эти действия как противодействие. В общем, отказ не является основанием с негативной стороны рассматривать их действия. Еще точные изменения, которые происходят в законе, это сведения о совершенных инсайдерами операции будут представляться по запросу ханзайной инсайдерской информации. Раньше они, в принципе, безусловно, предоставлялись. В отношении волнующего всех маркетмейкерства могут быть признаны маркетмейкеры-манипуляторами в случае совершения сделок по предварительному соглашению сделок в целях введения в заблуждение относительно создания цены финансового инструмента и его объема. Это то, о чем мы говорили, фактически притворное маркетмейкерство, которое иногда существовало. И Банк России наделяется правом устанавливать требования к внутреннему контролю в целях противодействия инсайду. Сейчас как раз на площадке Now4 проходят совещания с рынком по непосредственно составлению правил внутреннего контроля. И мы надеемся, что в ближайшее время выпустим по этому поводу акт. И вводится исключение по соблюдению требований законодательства для иностранных имитентов. Они уже вступили в силу с момента подписания этого закона. И вступление всех остальных, помимо иностранных имитентов, в силу, они происходят с 1 мая 2019 года. Нормативные акты, которые необходимо будет выпустить Банку России для изменений, для того, чтобы все изменения вступили в силу. И вступившие изменения заработали. Здесь представлены. В принципе, мы все данные изменения, все акты согласованы регулярно обсуждаем. Меня в последнее время радует как минимум то, что мы начали общаться с рынком по поводу тех кейсов, которые уже мы же опубликовали. И реверанс хочу сделать в сторону Ларисы Константиновны, если она сейчас здесь, о том, что это благодаря ее заслугам. То есть несмотря на то, что… Вернее, вы ей регулярно наверняка говорили о том, что данной коммуникации не хватает. Она говорила мне о том, что такой коммуникации не хватает рынку. И мы запустили этот процесс и постараемся сделать его постоянным. Раз в полгода как минимум общаться с рынком. Первое общение прошло на площадке Московской биржи недели три назад. Мы рассказывали о тех кейсах, которые мы уже опубликовали. И причем опубликовали не в этом, а до этого года. И рассказывали, что каждый конкретный кейс значит. Постарались языком объяснить те формулировки, которые мы используем при публикации пресс-элизов. И ответить на вопросы фактически о тех действиях, как мы оцениваем и как мы видим действия участников рынка. В общем, Алексей, тогда вкратце я закончил. Для того, чтобы напомнить коллегам о тех поправках, которые вступают в силу по закону. Можем перейти к короткой сессии вопросов и ответов. Потому что мне уже намекнули, что обед за горами. Пару комментариев, может быть, я сам себе позволю. Я вспоминаю или точнее присоединяюсь к оценке действующего закона об инсайдинге манипулирования. Не просто как о законе, который должен был бы быть, лишь бы был. И давно, конечно... Когда-то он должен был начать действовать. Когда-то он должен был начать действовать. Ну да, и нам, конечно, нужен закон. Теперь пора ли, наверное, пора сделать его более работоспособным. Я просто помнил идеологию того закона максимальной юридической определенности, которую мы добивались для того, чтобы в число правонарушений попали бы совершенно очевидные, ни у кого бы не вызывающие сомнений случаи, которые мы могли бы таковыми считать. Для нас по-прежнему, вот что мне кажется, да, проблемы. Почему мы тогда, когда этот закон готовили в том виде, в каком он существует, почему мы делали именно так, ну, самая лучшая борьба с манипулированием, наверное, не с инсайдингом, с манипулированием точно, это объем рынка. Рынок к объемным, объемным рынком, глубоким манипулировать очень тяжело. Если рынок не глубокий, а по многим инструментам он чрезвычайно мелок, не объемен, много что будет манипулированным, много что будет выглядеть как манипулирование, а очень манипулированием не являясь. Мы осторожничали, да, но теперь, ну, мне кажется, что моя собственная оценка того, что происходит, делается довольно осторожно. И, наверное, да, смысл в том, чтобы придать закону смысл, смысл в том, чтобы придать закону смысл, есть. Наверное, пора, да, если, тем более, мы выстроили взаимодействие рынка с регулятором и можем рассчитывать на его осторожность в квалификации, а мы можем на это рассчитывать. Некоторый опыт у нас для этого есть, для нашего взаимодействия, и ваших действий, и он говорит в пользу такой уверенности. Отлично, давайте его менять. Есть пара тем, которые я бы хотел затронуть. Первая прозвучала тема сделки с регулятором. На каком этапе эта концепция, будет ли она обсуждаться, как она будет обсуждаться, когда мы сможем к этой дискуссии присоединиться, в чем, собственно говоря, смысл. Это первый мой вопрос. А второй вопрос будет по поводу борьбы с недобросовестными компаниями. Ну, я, наверное, просто его задам после того, как ты ответишь на первую. По сделке с регулятором, да. Кстати, вот на секунду вернусь к закону Бонсайдеманипулирования. Момент, который сохранился и который, я уверен, будет продолжать быть тяжелым и для участников рынка, и для регулятора, и для организатора торговли отдельно, это существенное отклонение, которые сохранились в законе ровно в том же самом виде, в котором они остались. Это, ну, определенный момент неопределенности для рынка, аж какие действия и как оцениваются в относительно того, будут ли они подпадать под нестандартные сделки, либо не будут подпадать под нестандартные сделки. Переходя к сделке с регулятором, сейчас фактически эта законодательная инициатива разделена на две части, это поправки в КААП и поправки непосредственно в закон об Бонсайдеманипулирования. Поправки в КААП были внесены и прошли, и были внесены к первому чтению летом этого года, и сейчас внесены поправки в закон об Бонсайдеманипулирования, то есть они готовятся к первому чтению. Фактически я предполагаю, что там рассмотрение и дискуссия с нами, с рынком, я думаю, будет точно после того, как первое чтение пройдет или не пройдет по результатам оценки. Сразу скажу, что точно для регулятора это очень сложная история. То есть, конечно, это в большей степени инициатива рынка и нужна для рынка, потому что внедрение этого инструмента для регулятора будет крайне тяжелой и явно точно уникальной историей. Никогда такого еще не внедрялось, и мы будем здесь еще более осторожными, хотя я уверен, что рынок пожелает обратно. Нет, рынок привык к сделкам. Рынок сделки делает каждый день. Сделка – это ведь способ избежать ответственности, вероятно. Я бы не сказал про ответственность. Это сделка – это способ сохранить репутацию. Для меня этот законопроект и, в принципе, сделка как таковая – это в большей степени сохранение бизнеса, сохранение репутации. То есть, сделка предполагает, естественно, существенный материальный ущерб для компании, которая пошла на эту сделку, и при этом он предполагает, что это все-таки предмет дискуссии и договоренности. Но при этом защищает компанию, лиц в этой компании от репутационного ущерба. Более того, для регулятора и в глазах регулятора сделка, помимо защиты от репутационного ущерба, скорее некий плюс и плюс один к адекватности руководства, менеджмента компании, с точки зрения того, что они осознают те вещи, которые были совершены, и готовы изменять и бизнес-процессы, и, собственно, внедрять новые бизнес-процессы для того, чтобы не повторять. Потому что для сделки тоже существует определенный лимит. То есть, за одинаковые действия два раза подряд сделку ты не заключишь. То есть, такая однократная вещь. Но речь идет о том, что сторона сделки избежит ответственности. Сторона сделки, да, избегает ответственности. Если, например, примет на себя обязанность компенсировать убытки, перестроить процессы, еще какие-то условия, которые будут свидетельствовать о признании вины и готовности избежать нарушений в будущем. Важно говорить в терминах, потому что признание вины не происходит. Вот как раз в отношении признания вины мы должны четко понимать, что в случае сделки никакого признания вины не происходит. Потому что сделка фактически предполагается к заключению до момента окончания расследования, то есть на каком-то из этапов. То есть не происходит и обвинение, и не происходит признание вины. И это важно именно, что здесь вины не происходит. И в отношении ущерба пострадавшим тоже этот инструментарий отдельно рассматривается, потому что платится не ущерб, так как такого ущерба нет в этом случае. Это не ущерб. Это скорее та цифра, которая является предметом договоренности и предметом обсуждения, но не прямо соответствует и не прямо связана с формальным ущербом. Я сейчас брошу эту тему. Просто, может быть, последний вопрос по этому поводу. Но факт заключения сделки публичен или нет? Публичится факт непосредственно того, что компания либо лицо заключили сделку с регулятором. Это информация, которая обязательно должна быть опублична, потому что сама сделка тоже предполагается верифицируется судом. И эта информация должна быть публична. Но не то, что является сутью этой сделки. Хорошо. Я обещал закончить эту тему. Если у кого-то будут вопросы по этому поводу, вы дополните мои вопросы своими. И вторая тема – это недобросовестные компании. Вот все на самом деле, что мы адресуем индустрии, бессмысленно, если недобросовестные компании при этом не преследуются. Эта нагрузка регулятивная, тяжела. Ее принимают на себя компании добросовестные. Иногда ошибаются, иногда допускают нарушения, отвечают перед регулятором или перед своими клиентами. Но что толку от этого, если можно просто уйти в тень и действовать за пределами пятна света, под лампой регулятора. Поэтому мы всегда говорим о том, что существует очень сильный, и нам кажется, что это факт. Когда мы накладываем различные требования на добросовестные компании, в части их поведения, предложения своих услуг в это время, одновременно имеем дело с недобросовестными, которые, если их регулятор не преследует, могут осуществлять то же самое, избегая той нагрузки и той ответственности, которую принимают на себя компании добросовестные, компании индустрии. Сайты. Окей, блокировка сайтов. Когда мы обсуждаем иностранные финансовые организации, например, да им запрещено публично предлагать свои услуги на территории России, но ведь это происходит на самом деле. И что толку, что мы предъявляем требования и выражаем, я говорю сейчас о Центральном банке, неодобрение практикой предложения услуг иностранных финансовых организаций, если сами финансовые организации из-за рубежа, иностранные финансовые организации спокойно действуют на российском рынке, избегая преследований со стороны регулятора. Что вы про это думаете, что будете предпринимать? Пожалуйста, сделайте с этим что-нибудь. Что касается недобросовестной практики на рынке со стороны недобросовестных участников, что уже сделано на сейчас? Это уже практически год, как действует в структуре Банка России в каждом главном управлении, в том числе в Екатеринбургском главном управлении, где мы сейчас находимся, специальные отделы по противодействию безлицензионной деятельности. Их задача мониторить, выявлять, формировать материалы и направить их в правоохранительные органы для прекращения такой деятельности в дальнейшем. То есть они самостоятельно выявляют те организации, которые оказывают без лицензии, без исключения в Реестр Банка России, псевдоуслуги на финансовом рынке. Это и оказание услуг, и не оказание услуг, вернее, мошенническая деятельность. Здесь в большей степени, конечно, еще и зависит непосредственно от участников рынка, которые видят таких недобросовестных конкурентов. За этот год, в большей степени, наверное, у нас внимание было сфокусировано на нелегальной микрофинансовой деятельности и на нелегальной Форекс-деятельности. Потому что за прошедшие 9 месяцев точно у нас порядка 2 тысяч, больше, чем 2 тысячи участников нелегального микрофинансового рынка была выявлена, прекращена их деятельность. Больше 200 нелегальных форексеров прекратили свою деятельность. Информация о них была направлена в правоохранительные органы, и так или иначе, либо сайты были заблокированы, либо какие-то иные меры по прекращению их деятельности. В целом, поэтому, если для индустрии это действительно кажется проблемой и видно этих конкурентов, потому что если мы обсуждаем просто о рисках от этой деятельности, это хорошо, но если мы видим реальные факты привлечения нелегальной конкуренции, именно нелегальной конкуренции со стороны таких псевдоучастников, приходите, обращайтесь, потому что у нас есть конкретные инструменты, по которым мы работаем. И, в общем-то, на других рынках, на рынке микрофинансирования, это показывает результат. На рынке форекс-деятельности тоже показывает результат. Там с бинарными опционами тоже как-то вот в последнее время удалось, мне кажется, совладать. В общем, такие яркие факты нелегальной деятельности, они преследуются, прекращаются, но здесь же тоже важно участие непосредственно рынка, ради которого это и делается, который тоже должен быть заинтересован. Проблема обучающих центров, квази-обучающих центров, она тоже стоит и точно должна быть решена в какой-то перспективе, и, надеюсь, недалекой. Это вот что касается деятельности таких организаций. Что касается блокировки информации, у нас на ближайшее время запланирован выпуск консультационного доклада по трансграничным услугам, трансграничным операциям, которые как раз и направлены на то, чтобы предложить рынку обсудить ту деятельность, которая делается из-за рубежа, либо информация, которая распространяется из-за рубежа на финансовом рынке, какая деятельность должна быть прекращена, информация, какая должна быть блокирована, какая деятельность в силу естественных причин и информацию, которую нельзя ограничивать к распространению ни на какой территории. Это дискуссионный момент, и мы точно после доклада соберемся и обсудим уже конкретно по этой тематике. Спасибо большое. Коллеги, есть ли у вас вопросы к Валерию? Задавайте их. Сейчас начнем с Андрея. Андрей. Буду рад, если ты начнешь. Смешай микрофон. Добрый день. У меня один вопрос и одно пожелание. Не так давно снова возникла тематика, связанная с тем, что Банк России через полтора года обратил внимание на то, что клиентский маркетмейкинг не есть что-то хорошее. Ну и, соответственно, дальше начались дискуссии. Эти дискуссии были на площадках двух бирж. Вроде как о чем-то попытались подоговариваться. Я думаю, что далеко не все были в этих дискуссиях. У меня, кстати, вопрос очень простой. Какие дальнейшие телодвижения от рынка ожидает Банк России с точки зрения попытки все-таки определить некоторые действия, которые являются вроде бы нормальным маркетмейкингом и к которому Банк России никаких санкций бы не предъявлял потом, потому что все-таки иначе мы рискуем тем, что маркетмейкинг начнет быть некой зоной риска, а может быть даже в принципе под запретом. Это достаточно сложная история. Вот обсуждали тематику того, что, например, рынок может предложить какие-то кейсы, которые являются позитивными, чтобы Банк России в каком-то виде их отразил. Ну, не знаю, это будет письмо, не письмо. Это надо обсуждать. Что, соответственно, ожидает Банк России от рынка, ну и что мы могли бы вместе сделать для того, чтобы маркетмейкинг все-таки существовало на козоне, давал нам какие-то преимущества. И пожелания было, да? Это скорее вопрос, что ожидает. Вопрос, да. Ну, во-первых, мы так же, как рынок, видим, что институт маркетмейкерства, он в принципе фактически изменился и требует некоторых уточнений, как минимум некоторых уточнений законодательства в этой области. И в следующий год мы уже обсуждали этот момент, что в следующем году мы будем активно с рынком обсуждать изменения в этом инструменте. Что ждем от рынка в этом случае? Ждем от рынка, что компании соберутся с учетом саморегулируемых организаций, выработают те добросовестные подходы, которые сейчас существуют, добросовестные примеры маркетмейкерства, которые сейчас есть. И я не могу сказать, что это там некоторый документ, но как минимум гайдлайн на сайте мы вывесим. То есть мы, в принципе, переходим к системе гайдлайнов в работе с недобросовестными практиками. Это быстрее, оперативнее и, как мне кажется, никаким образом не уменьшает дискуссию с участниками рынка, но информация доводится быстрее и всем понятно. То есть чтобы участники рынка собрались и выработали те вещи, которые являются добросовестными, по их мнению, которые также мы можем положить или в гайдлайн этот, или дальше уже документ. Надо гайдлайн этот сделать, Алексей, тогда это вопрос к нам. Андрей, я не слышу вообще. Тогда надо гайдлайн этот сделать, это вопрос уже к нам с Алексеем. Да, это вопрос к участникам рынка. Собирайтесь, обсуждайте и предлагайте нам эти практики, которые сейчас являются добросовестными. Если мы напишем, что является недобросовестным, нам это не поможет, потому что любая другая история может быть тоже признана недобросовестным. То есть исходите от добросовестного. И пожелание предложения участники рынка, ну есть хорошие, правильные участники рынка, которые помогают Банку России, присылают разные уведомления о том, что они видят потенциальное манипулирование, потенциальное использование сайта. Обратной связи от Банка России, не публичной, а хотя бы этому участнику, ее сегодня не существует. Это, мне кажется, сильно повысило бы эффективность действий участников. Соответственно, они отправили уведомления, Банк России рассмотрел, ну и, например, выявил, что нет, это все-таки не является кейсом, на который имеет смысл обращать внимание. Он либо пригласил компанию, либо, соответственно, написал им письмо, в котором он рассказал, ребята, вот этот вот кейс мы рассмотрели, он не являлся все-таки, на наш взгляд, манипулированным сайтом. В следующий раз компания не обращала бы внимания уже на эти кейсы, не тратила бы время регулятора, ну и, соответственно, таким образом, возможно, повысилась бы эффективность тех действий, которые наши контролеры осуществляют в рамках этого закона. Может быть, стоит на эту тему о чем-то подумать. Ты знаешь, Андрей, я вот подобные истории в отношении манипулирования поддерживаю. И еще год назад мы на площадке Национального совета по финансовым рынкам пытались разрабатывать модели для автоматического детектирования, которые являются подозрительными, операции, которые являются подозрительными. А вот в отношении инсайда точно одна и та же история может являться в один раз нормальной, а в следующий раз она может действительно быть инсайдом. Потому что, как показала практика, одни и те же действия фактически со стороны разных участников рынка могут относиться к инсайду, могут не относиться к инсайду. Поэтому мы не готовы сейчас говорить, что все, на подобные действия в будущем смотреть не надо. Потому что любые действия по инсайду, они, в принципе, проводятся, они мониторятся. Но при этом обсуждать с компанией, которая направила этот запрос, мы можем. И здесь дополнительно еще хотел обратить внимание участников рынка на то, что у нас уже в Банке России сейчас действует ситуационный центр мониторинга, который фактически мониторит все операции в режиме реал-тайм. И он собрал в себе инструментарий как и детектирования нестандартных операций, так и детектирования шоков, визуализации подобных историй и, главное, быстрого разбора подобных историй. Потому что детектирование и разбор – это все-таки разные вещи. И разные именно по подходам инструментариям, которые используются. Детектировать шоки можно быстро, а вот главное разобраться, откуда они возникли и как они сейчас проводятся по системе. И на что я хотел обратить внимание участников, на то, что если поступает звонок из ситуационного центра, в общем, это звонок из Банка России, и внутреннему контролю не стоит пугаться. В общем, это точно предварительные вопросы. Это еще не запрос официальный, это предварительные вопросы для того, чтобы разобраться, что происходит. В некоторых случаях обратить внимание контроля на то, что там делает конкретный трейдер, либо клиент. Бывает, иногда даже попадает. Для меня вопрос, чтобы как раз внутренний контроль точно понимал, что это не какой-то фронт или конкретная история, а это звонок именно из ситуационного центра Банка России. Но еще раз мы готовы обсуждать, чтобы каким-то образом подтвердить, как вам удобнее будет подтверждать, валидировать то, что это ситуационный центр Банка России с вами общается, а не кто-то иной другой. У меня на самом деле три вопроса. Первый, то, что говорилось про борьбу с мошенничеством в интернете. То есть если первую группу сайтов, которые представляют собой клоны, фактически мошенничественные сайты, уже получается довольно успешно с ними бороться, то, к сожалению, остается второй пласт, абсолютно никак не задействованная. Это недобросовестные практики, когда нехорошие люди, злоумышленники публикуют ложную, недостоверную, порочащую репутацию информацию. И, как оказалось, на практике уж сколько писем было написано и регулятору, и во всей инстанции при поддержке НАУФР, к сожалению, бороться с такими проявлениями эффективно никак не получается. Сайты по сей день на своих местах, а это, как вы понимаете, они причем в достаточно высоком рейтинге в поисковой выдаче. Ну, я думаю, все об этом знают. И вот что с ними сделать? Может быть, как-то регулятор мог помочь с этим? Такое пожелание. Давайте по одному буду отвечать. Сейчас, понятное дело, инструментария для работы с подобными историями по нарушению этики и деловой конкуренции не существует у нас в руках, но буквально несколько дней назад Совет Федерации и Госдума разработали поправки о внесудебной блокировке сайтов по недостоверной финансовой информации, которая распространяется по предоставлению Центрального банка. Они разработали и скоро, я думаю, будут готовы к их обсуждению. То есть это тот инструментарий, который, я думаю, как раз поможет подобным историям. ЦБ будет готов оперативно рассматривать как-то жалобы профучастников? Со своей стороны, если такое законодательство будет, и мы отработаем механизмы, естественно, эта уже история будет работать на как можно более оперативном канале. Если позволите, еще два коротких вопроса по новому закону о борьбе с инсайдом и манипулированием. Вот в первой панели говорилось о повышении прозрачности ЦБ в плане расследований в отношении каких-то серьезных кейсов. То есть не планируется ли расследование по случаям выявления манипулирования ценам тоже как-то повысить прозрачность, публичность. Ну, к примеру, как это делает СЕК. Когда каждый какой-то кейс, подробный отчет потом в интернете выкладывается, и можно найти, кто что конкретно делал и понимать почему. Потому что, конечно, нет оснований не доверять, но иногда бывает сложно понять по одному сообщению в ленте новостей, что ЦБ обнаружил манипулирование в каких-то низколиквидных облигациях третьего эшелона, если цена колебалась буквально на полпроцента. То есть это реальный факт. Это вопрос, да? А можно тогда, вот я вначале говорил о том, что сейчас стало популярно обращаться к залу, с тем, чтобы узнать его мнение. Вот я прошу представителей Центрального банка и представителей прессы, самое главное, не поднимать руки. Я прошу участников рынка поднять руки, кто готов, что такие кейсы будут выкладываться в полный расклад и, собственно, будет выкладываться фактически полное расследование. Кто-нибудь готов к этому со стороны рынка? Вот два, три, три, а четыре участника. Не обязательно имена раскрывать, личные данные, а суть. Нет, вы знаете по законодательству мы как раз обязаны раскрыть и в первую очередь имена и кейс. То есть имя того, кто нарушил и в отношении какого кейса это происходило. Ну и в-третьих, тоже по этой проблеме интересна позиция о сроках расследования. То есть каждый, наверное, очень часто получает запросы по событиям, которые происходили уже достаточно давно. То есть приходится трясти клиента, вспоминая, чем ты торговал 1 февраля и провести какое-то эффективное расследование, в особенности если там уже контракт экспирировался, его и график не найдешь, или инструмент делистовался, ну достаточно затруднительно. Не планируется ли как-то повысить оперативность? В первую очередь инструментарий ситуационного центра является таким сильным, сильной вещью, которая повышает эффективность и скорость проведения расследований. Но вообще практика проведения расследований, она и предполагает проведение длительных расследований. То есть мы не являемся там точно чемпионами на мировом рынке регуляторов по скорости проведения расследований и по длительности проведения расследований тоже. Но мы скорее среди тех, кто быстрее всех проводит расследование. Практика 3-5 лет проводить расследование – это норма, и она связана с тем, чтобы конечный вердикт был максимально выверен. И никто, в чьих действиях есть сомнения, не пострадал. И с другой стороны, мы, конечно, долгое время проводили расследование на 2-3 года назад и опубликовали историю 3, бывало даже больше лет назад. И это скорее говорит о том, что ключевую целью является в том числе неотвратимость наказания для всех, кто совершил правонарушение на финансовом рынке. В большей степени сейчас мы, наверное, там публикуем расследование через год, через полтора. Я считаю, что это неплохой срок, в том числе еще и потому, что не секрет, что часть операции у нас происходит не только от имени российских участников, но и от имени иностранных участников. Здесь, конечно, у нас просто время уходит как минимум на обмен информации с нашими иностранными коллегами. Это происходит, информация есть, но просто время на обмен и обоснование этой информации есть. Я не уверен, что скорость проведения расследований за 3 или за 5 месяцев существенно улучшит состояние дел на рынке. Но при этом комплексное расследование и его срок позволяют добиваться того, что лица, в действиях которых есть сомнения о причастности либо непричастности, не будут обвинены. А обвинение будет только лицам, у которых 100% обоснованность тех действий, в которых они обвиняются. Спасибо. Валерий, один из самых больших, наверное, масштабных кейсов апрельских, по-моему, с САМАРЛАМом, задевающих, по-моему, большую часть индустрии с точки зрения потенциального влияния или выявления таких кейсов. Плохо слышно. Сейчас лучше? Один из самых масштабных по влиянию на индустрию и задействованных лиц кейсов это кейс с САМАРЛАМовым, с обвинением его, по-моему, в инсайде, или манипулированием рынком. Можете прокомментировать сейчас эту ситуацию, чем она закончилась, если закончилась, и ваше видение отказа генпрокуратуры возбуждения уголовного дела? Мое видение, извините, не услышал в конце. Генпрокуратура, насколько я знаю, отменила возбуждение уголовного дела. Можете прокомментировать эту ситуацию? Банк России направил материалы, правоохранительные органы по результатам расследования. Мы, конечно, не комментируем действия правоохранительных органов, потому что только они имеют право комментировать их от своего имени. Да, сегодня выходила статья, я ее тоже читал, естественно. И та информация, которая в ней изложена, я в курсе. Но при этом надо понимать, что подобная практика действий правоохранительных органов, она не является чем-то необычным. И в целом там не было отказа, как вы понимаете. Это в большей степени нужно расценивать с точки зрения бизнес-процессов правоохранительных органов. Я предлагаю дождаться, собственно, всех процедур по данному мероприятию для того, чтобы там сделать окончательный вывод. То есть сейчас мы не находимся в какой-то новой позиции, то есть у нас, в принципе, все сохраняется по-прежнему. И я прекрасно понимаю, что срок на расследование подобных историй, он точно долгий, потому что это нестандартные правонарушения, которыми, как правило, занимаются правоохранительные органы, пусть даже и отделы по борьбе в сфере экономики, которые, как правило, сталкиваются с нестандартными историей. Для них это еще более единичные нестандартные кейсы. И, в принципе, как таковых, большого количества завершенных дел со стороны правоохранительных органов их пока нет. И, в общем-то, даже по делу Хилова, как вы знаете, решение до сих пор не вынесено судом. Поэтому подобные истории тянутся долго. Еще вопросы? Да, прошу вас. Пусть, ну, может быть, еще один, кроме этого. Поэтому не смущайтесь поднять руку. Спасибо, Валерий. Хотелось бы вернуться к теме лицензированной деятельности форекс-дилеров. Я, допустим, сейчас специально посмотрел выдачу в поисковиках тех или иных организаций, которые предоставляют услуги. И зачастую там, как минимум, два участника, которые не являются лицензированными, они запросто рекламируются. Просто не так давно мы настраивали на московскую биржу с нашими партнерами и брокерами программу маркетинговую. У нас вот компания Google запросила, мне кажется, все, что только можно, начиная с лицензии и так далее. Что мы подтвердили, что да, мы организатор торгов, мы можем этим заниматься. Вот ведется ли работа в этом направлении? Потому что понятно, что эти ребята, которые не работают в правовом поле, они маскируются кто-то под учебные центры, кто-то напрямую предлагает, так скажем, трейдинг на форекс, не лицензированный. Ведется ли работа с этими агрегаторами, которые предоставляют такую рекламу? Дмитрий, имейте в виду, с компаниями, которые проводят псевдообучение? Нет, вот допустим, мы сейчас Google можем забить, торговать форекс. Вот как минимум в выдаче, там, 2-3 рекламные ссылки будут компании, которые не имеют никаких лицензий. Да, вы имеете в виду историю с поисковыми системами? Да. С поисковыми системами. Ну, в большей степени, конечно, наша задача – это прекратить деятельность подобных нелегальных организаций. Мне кажется, как раз работа с подобными поисковыми системами, они все-таки коммерческие организации, это история бизнес-отношений легальных участников рынка и саморегулируемая организация совместно с ними. То есть я предлагаю приглашать и поисковые системы, и агрегаторов на площадку Науфора и там совместно с ними обсуждать, рассказывая им о необходимости, там, более внимательное отношение к тем результатам поисковой выдачи, которые есть. При этом по ряду участников финансового рынка у нас уже сейчас есть проекты с Яндексом по идентификации легальных и нелегальных участников рынка, то есть по страховым организациям, по микрофинансовым организациям. Мы считаем, что, в принципе, подобную историю можно повторить и с участниками рынка. То есть это когда при поисковой выдаче выдается подтверждение в результатах поисковой выдачи о том, что есть лицензия у данной организации на работу в России, лицензия Центрального банка. Мне кажется, что поисковые системы помогают найти правонарушителей. Это тоже нет. Еще один вопрос, пожалуйста. Добрый день. Я хотел задать следующий вопрос. Предположим, мы планируем какую-то активность, например, маркетмейкинг. И мы знаем, что это хороший маркетмейкинг. И мы хотим заранее подсветить этот ЦБ, чтобы он посмотрел, чтобы он видел то, что мы делаем, и, как сказать, показать свою добросовестность, чтобы впоследствии мы знали, что это не явится ни для кого сюрпризом, и мы не получим проверки или что-нибудь подобное. Есть ли механизмы, которые позволят нам это сделать? Я бы предложил вернуться к вопросу Андрея, когда он говорил о том, что тоже что делать. И, собственно, предложение было со стороны участников рынка совместно собраться и выработать критерии добросовестного поведения. Если вы считаете, что нужно дополнительные уведомления, в принципе, тоже можно рассмотреть необходимость этих уведомлений. Дорогие друзья, давайте на этом закончим. Благодарим Валерия за ответы, за рассказ. Решите пригласить вас на обед, пожелать вам приятного аппетита. Спасибо. Спасибо.